Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Обычно эти люди с честью проходят через все испытания и благодаря решительности и твердости характера достигают в конце концов успеха. Они не переносят критику, встречают в штыки любые мнения оппонентов. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Человек с буквой У в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Буква Н в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Звук Н говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Иногда буква И в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. В мирной жизни типичные представители этого числа также довольно часто ввязываются во всевозможные стычки и конфликты. Редко встречающийся в именах звук У воспринимается на слух свежо и оригинально. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква И в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи. Субтитры подогнал «Симон»!